Девушки отдыхают Тёмная долина, мне тут Попалось такое задание Раненые на ферме И вот, собственно говоря, там раненые Но, как я понял, уже нет Вот он Тут мы находим Лёшку червя Врага почему-то, и вот тут записка До встречи в аду лошара Подбираем, и тут у нас Появляется очень-очень Много охотников И появляется задание разобраться с шакалом Ну, короче говоря, тут Их очень, много очень Вообще, не знаю, можно и своих Замочить, в принципе, они нам ничем Тут не пригодятся Рпг использовать не советую Потому что За текстурки цепляются Это вся дребедение И не получается так, что мы Сами себя убиваем Ну тут, в принципе, с ними разобраться Будет не сложно Почему так грубо? Хотя они текстурки как бы цепляют Ну а меня самого так и не мочат Ну-ка Он аж хоть успел убежать Давай Товарищ Беги Куда глаза глядят Где это? Так Где же это? Вот так где-то Ну вот такие, короче говоря, дела Как можно было понять Нас шакал заказал Заказал он Как я понял, по одному поводу Потому что у нас Есть даггер И шакалу этот даггер понравился И он Хотел себе такой один экземпляр И решил нас убить Этим самым Ну, об этом мы узнаем Из его КПК А пока ничего, так сказать, не известно Но всех я, короче, тут Перебил Теперь осталась Главная задача Это предупредить Петренко О готовящихся Переворотов Группировках Апокалипсис и НАТО Ну что ж Встретимся уже с вами у Петренко Так Я уже практически на месте Вот он Петренко Где-то тут Вот ты где В ящичек ты нам ничего хорошего не подкинул Ну и ладно Срочное дело, генерал Я нашел КПК одного из бандитов Сени Короля Нашел С хладного тела, наверное, снял Ладно, что там интересного Джонт и Аппсис Самые отъявленные из них Хотят объединить свои группировки И переговоры будут проходить здесь В темной долине И это я знаю, славян Нужно сорвать переговоры, генерал Нужно, а как? Мы заключились с Джонтами перемирия А долг свое слово держит Они вернули под наш контроль блокпост на свалке Правда, после того, как мы отбили его Обещают вернуть бар Вот, если бы нашелся хороший снайпер Со стороны, в котором отношений с теми и с теми уже не опустить Тонкий намек, генерал Что нужно делать? Переговоры начнутся на мосту Будут Петерсон и номер седьмой Охрана, разумеется Возможно, пара БТРов Есть удобная точка для работы Я тебе ее поменьшу Убрать надо обоих После работы сюда не возвращайся Уходи на кордон Доктор сообщил Есть сведения, что призрак и полковник Ремезова Джонты туда с радара перевезли Найдешь капитана Немцева Он поможет с освобождением пленных Все ясно? Ясно, генерал Раз уж возможно присутствие БТРов на точке Мне пяток БТРов Ой, пяток БТРов Пяток выстрелов к РПГ Вот так вот Что-то я немножко Заговорился совсем Ну что ж Теперь все ясно Теперь Я так думаю С выхлопом и РПГшкой Мы отправляемся на место Ну хотя можно и Станер взять От Даггера в принципе Ой, от Даггера От выхлопа практически ничем не отличается В какой-то мере Ну Хрен его знает Снайпер и снайпер Давайте тогда с выхлопом Я тогда уже побегаю Ну что ж Увидимся тогда уже На точке Точнее даже На позиции Ну что ж Я уже приближаюсь к позиции Немножко радиации нахапал Ну и ладно Вот Так у меня фонарик выключи Мда Блин, откуда радиация прет Ну в принципе и ладно Ну короче говоря Стоим тут на месте Вон кстати говоря БТР Его можно снять В принципе Хотя Вот он Смотрите Едет Едет И еще по-моему Отсюда едет Вот он Вообще-то классно Едут Едут сами по себе БТР Ну ладно Ну как говорится И хрен с ними Не хочет что-то взрываться Но и хрен с ним Надо ждать Как там его зовут Петерсон И номер седьмой Конечно Я не до конца понимаю Почему У Ну понятно Петерсон У Ретерсон У натовцев Но У апокалипсиса Номер первый Второй Третий Четвертый Какой мы еще встретили С вами Одиннадцатый И Не знаю Седьмой Восьмой Вроде Вот непонятно Почему они используют Вместо нормального имени Номер Номер Так Один готов Второй Третий Ну я и снайпер Талант Как говорится Не пропьешь Так Где ты Вот еще Идем Не Ну вы видели О боже мой Блин О Попал Давайте-ка проверим Никого мы там не оставили Там свидетели Может каких Ну это кабанчики Теперь можно Поразвлекаться Немножечко Так Я думаю Попаду Так Радиация Это Ай Ну так и думал Попал Но не убил Ну чтобы С одного выстрела РПГ его замочить Это надо ему Под нищи стрелять Ну тут видите У меня Возможности Не представляется Чтобы выстрелить Ему под нищи Но это надо быть Вообще Снайпером В высшей степени Чтобы попасть С такого большого Расстояния Ему под нищи Ну Ладно Самое главное Мы всех убили И вот самое главное Будет ли На ихних телах Что-нибудь Интересного В гиде Не написано Об этом Ну Сейчас узнаем Так 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 Вообще четко Я конечно Второй раз Начинаю Так сказать Переигрываю Потому что Я что-то Ждал-ждал Очень долго И ждал И почему-то Их не дождался И оказалось То Что надо было Определенное количество Время Ждать там Минут Три Пять Наверное Как-то так А я вот Не дождался Я думаю Выйду на позицию И сразу Они начнут Идти А нет Я ждал Долго ждал И вот Начал Переигрывать Ну переиграл И сами видите Что произошло Ладно Совсем я разобрался На их телах Ничего не обнаружил Также Уникального оружия Тоже нету И теперь Осталось нам Ну разобраться Шакалом Я еще разберусь Но Я сейчас Двигаюсь на кордон К немцу Увидимся Уже Там Ну что ж Я уже на кордоне И вот он Капитан немцев Тут играет Тут играет Музычка Я надеюсь Ютуб не будет Меня вычитывать За то Что Авторские права И так далее Но Кто знает Об авторских правах Тот поймет меня Прекрасно Ну А кто не знает Тот Тому и не надо Этот геморрой Лишний Немец Немец Здорово Здоровья Жил Славен Живой Доктор Сообщил Что ты можешь Объявиться Здесь Ну я думал Что совсем Рехнуся Старик Со своими Зомбиками Ну здорово Братан А что Я из Припяти Сказав Что с тела Снял В гараже Ты видел Это тело Видел Мы с доктором Похранили его Парня и не смогли Из садика Вытащить Так наверное Там и лежат И опознали Ну головы Если честно Почти не было Пуля Калибра Двенадцать И семь Миллиметров Из Выхлопа ВССК Наколка твоя была Марпеховская Инициалы СД И Год Тысяча Девятьсот Девяносто Первого Года Значит Не тебя похоронили Хоронили Где ж ты был Сам не знаю На станции Ну ты даешь Немец Я призрака Ищу и Ремезова Ремезов Возле забора Лежит На теке Расстреляли его Призрака Не успели Бойцы мои Отбили Жду теперь Расследования И трибунала А призрак ушел И где теперь Его искать Не знаю Призрак Он и в Африке Призрак Мда Забрали у на теков КПК Ремезова Передай Генке Хакеру Пускай поковыряет Там еще Заметки какие-то Но так Заумно Ни хрена Не понять А процентов Девяносто Вообще закодировано А кем твой Где Ярославкин Вадим Скажем так В зоне Я поговорю с ним Про тебя Если сочтет Нужным Он тебя найдет Немец Мне это нужно Узнать Узнать все Про день 19 августа 2012 года Не знаю Сейчас Зайди в деревню Дело есть Ну тут Ну тут Ну тут И бать Кажется Что-то До нас Пытается Достучаться И вот Меня бесит Вот больше всего То что Ну не написано Вот до конца Думаю Хоть и давно Это было Но он Помнит Ладно Неси службу Капитан Вот это конечно Проблема Вот даже в конце Вот будет там Текст Идти От Соловена И то там Вот Немножко Недоговоренно Будет Но мы В принципе Многий смысл Понять смогут Кстати говоря Почему-то Я бегаю Очень странно Как можно было Заметить С какими-то Перерывами Почему это Происходит Я не знаю Напишите В комментариях Объясните Почему так Происходит Но А пока Придется С этим жить Ну хотя Тут и до финала Недалеко Так что Наверное Друг другу Помогайте Если вот у кого Такая хрень Произошла А мне уже В принципе Пофиг Я привык Самое главное Что бегать могу Бесконечно Как дела Батька Какие люди Словен Наслышан Наслышан Лихо Ты Полкана На агропроме Грохнул Братва Довольно И с королем По понятиям Погнал Вернусь За тобой Вот Короче говоря Нам Батька Ковцур Так сказать Объяснил Нам то Что немец Нас Типа Заказал Но Это Как-то Непонятно Давайте Давайте С этим И разберемся Хотя Бывший Боец Нашей Группировки Сейчас Уже Военный Хотел Нас Убить Что-то Мне в это Не верится Ну Ладно Сейчас Разберемся Хорошо Что бегать Далеко Не приходится Есть разговор К тебе Немец Очень Деликатный Но Говори Я слушаю Ковцур Сказал Ты заказал Меня Лазгей Вообще На станции Отшибло Дать тебе Бы по морде Да я При исполнении Сволочь Ты Славьен Если Бандиту Ковцу Руверишь Верил Не стал Разговаривать Отработал Быть По тебе С холма И все Давно Надо было Этого Гада В расход Списать Чего Добиваются И так Их терпим Здесь На агропроме Ой На кордоне А теперь А теперь Терпение Лопаться Начинают Пошли Пару Вертушек Пусть Накажут С Ветунами Хоть Контакт Есть С кем Вот Ты Пингви Недалекий Вертушки Уже Пять лет Как Беспилотные Автономный Бортовой Компьютер С программой АИ У самого Душа В пятки Уходит Когда Стальная Птица Над головой Зависает Стоишь И гадаешь Даша Полетит Или Обстреляет Системой GPS Мать ее Да Догадывался Я о чем-то Подобном Чтобы так Ладно Учтем Избать Ковцу Ром Так Тут Кровоточек Наш Сказать Немец Ну Блин Вот обратно Конечно Не дочитали Ну ладно Ладно Учтем Избать Как Ковцу Ром Закончу Разговор Вот так Блин Вот такие Вот и Предложения Маленькие Иной раз Большие И вот Такие Разрывы Получаются Очень даже Печально Так Ответка Немцы Ну что ж Давайте С ним Тогда уж Разберемся Могу Сказать Сразу Что Когда мы Убьем Ковцу Ра И поговорим С немцем Немец Нам скажет Что надо Тогда уж Всех Убить Бандитов Вообще Вокруге Так сказать Блин Ну что ж ты Одиночными Стреляешь Инвалид Давайте Повеселимся Давно Я Не Злорадствовал Фух Ну теперь Сейчас Пойдем Как раз Таки К немцу И расскажу Что я хотел Вам сказать То что Когда я В первый Или во второй Раз Пришел Так сказать На кордон Чтобы забрать Станнер И даггер Стрелка То я Вот Предварительно Всех убил На Кордоне Всех Бандитов Я Я их убил Сейчас покажу Вам где Даже Чтобы вам Было Ориентироваться Где Ну во первых Здесь Потом Здесь Здесь Немножко Было Вот Здесь Было Вот Здесь Вот они Ходили Здесь И вот тут Еще камешек Где-то Должен быть Около Камешка Тусовались Иногда Вот здесь Они бывали И вот здесь Ну еще Вот по Этой Аллее Так сказать Они бродили Ну короче Говоря Надо полностью Весь кордон Оббежать И всех Бандитов Убить Короче Говоря Сейчас Я поговорю С немцем И Далее Без Записи Я не буду Показывать Там Потому что Когда нам Немец даст Это так сказать Поручение То Они вот В каком-нибудь Из этих мест Заспавнят Еще Два Три Бандита Максимум Я так думаю И все Я их убью И вернусь К немцу Собственно говоря Что-то еще Немец Говорит Только быстрее Зло сегодня Аж крышу двигает Я тоже Злое Слове Надо бы Закончить Бандой Батьки Ковцура У тебя Это быстро Дело Получится Ну что Поможешь Армии Именно Это Я и Собирался Сделать Вот так Ну а Теперь Надо Их Всех Убить В принципе Я сказал вам Где Они находятся И вот В принципе Говоря На этом Все Ну не то чтобы Все Короче говоря Я сейчас Выполню Это задание Найду этих Оставшихся Бандитов И вернусь Давать Задание Ну что ж Я Всех Перебил Теперь Осталось Сдать Квест Не догадался Почему я вернулся Крота тебе На блокпосте Немец Бандитов Стучит Наверное Ты прав Я об этом Тоже думал Но кто Надо вычислить Вычислишь Завали по тихому Чтоб бойцы Не видели Сделаю И тут Спавнится Один такой Интересный Человек Которого Зовут Лейтенант Пичулин И что самое Интересное С вот этими Бойцами Поговорить Нельзя А вот с этим Как раз таки Можно Да стой ты Привет тебя Ковцура Какого еще Ковцура А ты типа Не знаешь А От бандюгана Этого Нахрена мне Его привет Словен Вот уж Не знаю Иди Иди Дорогой На тот Свет Вот и Все Теперь Надо Поговорить С Немцем Вычислил Я гады И в общем Как договаривались Кто Лейтенантик Пичулин В жизни В жизни Бы на него Не подумал Точно он Точнее Не бывает Ну и ладушки Спаси Пыславия Новости для тебя Есть Ярославкин Согласен Навстречу Будет ждать Тебя В Х-16 Ясно Немец По старой Дружбе Штук Пяток Выстрелов К РПГ Не подкинешь Бери До встречи Вот такие Вот дела Теперь Я вот Как можно было Понять Из разговора Я направляюсь В сторону Х-16 Ну и Чтобы Так сказать Если я встречу Что-нибудь Интересное По дороге То я Обязательно Об этом Вам Покажу И Объясню Ну а так Увидимся С вами В Х-16 Ну что ж Как я и говорил То что Если будет Что-то Интересное То я Обязательно Вам Об этом Покажу И Расскажу Ну и Вот первое Что я могу Сказать Когда я С Кордона Перебрался На свалку Тут я Увиделся С группой Угрюмого И Угрюмый Нас Попросил Замочить Бандитов Вот по-моему Вот здесь Здесь И вот здесь Эти Самые Бандиты И были Но я Их Замочил Уже Давно И там Как всегда Наспаунилось Один Два Бандита Максимум Три И мы Быстренько Замочили Квест Довольно Таки Несложный И Неинтересный Ну а Самое Главное Это Разобраться С Шакалом Давайте же Разберемся С Этим Гадом Советую Взять Станы Чтоб Наш Гришка Акула Не Прочухал Ничего Я Так Думаю Ну ладно Сейчас Все Увидим Не Думал Меня Снова Увидит Шакал Не Стреляй Я Не При Делах Прогуливаешь Получи Гад Крати Ну зачем Ты Нас Стрелял Где Ты Там Гришка Стрелял Игра Стелс Называется Вот Так У одного Мы взяли КПК Шакала А у второго Мы возьмем Флешку Флешка От Сталкерской Сети А не Флешди С кодами Сталкерской Сети Конечно Я не знаю Зачем Она нам Будет Нужна Но Ни хрен С ней КПК Шакала Запись Предлагал Куксу 800 Косарей За кинжал Мажется Тварь Малый Мой Но Ничего По-любому Этот ствол Будет У меня Но По моим Догадкам Это Как раз Таки Даггер Потому Что Уж Больно Крутой Ствол Зоне И Дюжины Таких Как Говорится Не сыщешь И Поэтому Все Обвинения И подозрения Так Сказать Сняты Расследование Трибунала Закончим Ну а Теперь Я думаю Ну не разобраться Немцы Кстати Говоря Почему-то У меня Этот квест Не выполнился Не пойму Почему Ну ладно Теперь я думаю Отправлюсь В X16 И Еще раз Всем говорю То что Если я увижу Что-то интересное То я Обязательно Покажу Об этом И расскажу А так Мы с вами Увидимся В X16 Ну что ж Я уже в X16 Доктор Доктор У нас Почему-то Бегает От кого-то Не пойму От кого Что он Вообще Творит Но Я могу Объяснить Тем Все Потому что Когда я Перешел На Этот самый На Янтарь И вот Ярославки Нам кидает Вот такое Апсы Решились На штурм Ведем бой Ну и Действительно Когда я Перешел На Янтарь И начал Подходить К лаборатории Там Было Наверное 20-30 Апокалипсисов И еще И еще Внутри Было Достаточно Много Наверное Штук 20 Вот Он А ты-то Как здесь Стреляли Типа Спецкомандировка Войная тайна Наверное Какая Нахрен Тайна Боец Мои роты Пропал Джон Ты сообщили Видели на Янтаре Ну и начальство Сбагрило Меня в командировку Подальше От следователей А ты как думал Простили мне Разборку На ростке Вот драка Валяя здесь Апсы Опять же Вводятся Не так скучно Помог бы Словен Бойца найти А Твой же профиль Поищем Ну поищу Конечно же В следующей части Ну а в этой Пока что Со всеми Поговорим Да разузнаю Есть что нибудь Для меня За флешку Наемников Спасибо И все Мало как Остальное На первый взгляд Ничего интересного Кроме КПК Харона Занятная Штучка Непонятно Для чего Он предназначался Это раз Напоминается Сделанный На совесть И отлично Работающий Муляж Не понял Объясни Детали С логотипами Несуществующих Фирм Изготовителей Несуществующая В природе Оперативная система Встроенный Декодер И все это работает Хотя Такое невозможно Вот мой ПДА Глянь Сейчас Сейчас Во То же самое Только Декодера нет Да у тебя же блок Детектора Неисправен Как ты без него Обходишься Сейчас Вставлю новенький Готово А это Чего такое Ха И утилита Стоит Как на Хароновском Слэп Просто прелесть Замечательная Утилита Гена Ты мне ее Ставил Забыл Ставил У тебя Прекрасная У меня Прекрасная Память Ничего Подобного Не только Не ставил Не видел Никогда Раньше Записи Харона Я частично Прочитал Дело Не в шифре Мутно Как-то Написано Машина перемещения Сдвиг по Временной Координате Флешка Активации Пишет Что постоянно Видит Призрак Стрелка Хотя У них Я про Монолитовцев Мозги Конечно На бикрень Посмотрите На эту самую Флешку Активации Машины Перемещения Где же Теперь ее Искать Что-нибудь Еще Постараюсь Найти флешку Может Чего и Приснится Все равно Что иголка В стоке Сиена Делать-то Нечего Постараюсь Вот какой-то Детектор Получили Не знаю Ладно Хрен с этим Детектором Давайте Поговорим С Ярославкиным Капитан Я тебе Водку Принес Вот Иж Кого Действительно За смертью Посылать Ну Извиня Капитан Как смог Так и Принес Здорово Капитан Кажется Отбились Здорово Словен Нашелся Мне сообщил Что ты Хочешь узнать Я хорошо Помню Тот день Ты шел На станцию Два Родя детали Тебе нужны Были на рацию У нас Тоже Рация Не работала Пообещал Ты мне Бутылку Принести И пропал А Двадцать третьего Выскакиваешь Со станции Глаза Бешеные Как будто Черти За тобой Гонятся Орешь Типа Группу Мы Апокалипсис Припяти Выносит А само Перегарящим Разит Как Из-за Бегаловки Скарпован Ты все Эти дни На станции Пропьянствовал Я решил Что До белки Славен Допился Ну А потом Потом Я видел Поле Битвы Последней Битвы Группы Поиск Трупами Там все Было Завалено И Псиполе Страшной Силы С Лука Лука Я же говорил Твое тело Недалеко Нашли Ошибся Значит Он Где же Ты Пропадал Аславен На станции Я был А Карпов Кто это Генерал Ученый Ну Тогда Когда Вы с ним Корешились Он Полкановские Погоны Таскал Генерал Сейчас Генерал Армии Шизаидов Видел Я на станции Экологов Психи Они что ли Под выброс Попали Выжили По мне Лучше Смерть А где Этого Генерала Найти Можно Я же Говорю Со своей Армией Выгоревших Он Остался На станции Тоже Гонят Потихоньку Но Общаться С ним Можно Не Буйный Придется Видимо На станцию Снова Переться Что Нибудь Еще Помнишь Связь В те Дни Брахлила У всех Рации Горели Под А Глючили А Девятнадцатого Когда Ты на станцию Зашел Так Через Пару Часов Сеть Появилась И сигнал Сильный Правда Двадцать Третьего Опять Заглючило Интересно Ладно Вспомни Что-то Еще Сообщи Что-то Я уже Утомился Читать Ну Ладно С кем Не бывает Док Погулял Я по зоне Пообщался С людьми И понимаю Все чужое Почему У ученых Войск И звания Почему Тропа Со свалки На агропром Только через Туннель Где контролеры Почему вертолеты Управляются Бортовыми Умными Компами Почему Меня игнорируют Снорки Апсы Завербовавшие Зарубку Себе На руке Делают А как Получилось Что у меня За два года Ни одного Нового шрама Ни одной Новой морщины Я что Все два года В тихом санатории На койке Зафиксированным Провел Вот что Я тебе скажу Славян Все как было Так и осталось Какие контролеры Корпорация Пытается Контролировать Зону И что Из этого Выходит Кровавая баня Вот что У тебя Временное Помутнение И тебе Я так говорю Как ветеринар Не переживай Все восстановится Призрак Сбежал Из-под стражи Ремезова Расстреляли Док Как мне Стретиться С призраком Где его найти Чую Он что-то знает Про Ремезова Знаю Хороший был Ученый Такая потеря А призрака Ты не найдешь Не хочет он Чтоб ты его Нашел Хотя Я знаю Что ты все равно Будешь пытаться Ты упрямый Найду Не таких перцев Находили Да Вот такие вот дела Нам доктор Рассказал Ну что ж Я думаю На этом часть Можно Закончить Так как В принципе И так Достаточно Наснимал И Кажись Со всеми Поговорил В следующей части Я Найду Бойца Из Роты Аниканова Поговорю С Карповым И Будет Кое-что Многое другое Ну а пока Я с вами прощаюсь Кому понравилась Эта серия Ставьте лайки Подписывайтесь На канал А с вами был Югстрян До новых встреч И в новой части И удачи вам В прохождении Этого замечательного Мода Ну что ж С вами был Югстрян До новых встреч Пока-пока